Солнышко, счастье моё, моя радость! Поведение пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Обращаться таким образом с женой – это не обязанность, но это проявление доброго нрава, которым будет доволен Всевышний Аллах. Подробнее об этом в сюжете. Послушание, покорность, стремление радовать, не доставлять хлопоты и отрицательных эмоций – такими качествами должна обладать жена. Многие не согласны с такой формулировкой, но таков закон. Он прописан в священных писаниях и не только в них. Достойный муж, богобоязненный муж, скажет в первую очередь, что покорность Всевышнему Аллаху. И если жена покорна Всевышнему Аллаху, то послушание мужу оно соответственно и будет. Послушание мужу. Многие ошибочно полагают, что оно присуще только Дагестану и Кавказским республикам. Однако в книге по домоводству австралийского издательства 1961 года есть очень много похожего на кавказские устои. Например, советы жене, встречающей мужа после работы. Не жалуйтесь мужу, не заговаривайте первой. Помните, как сильно он устал. Молча накормите его, и лишь после того, как он прочитает газету, вы можете попытаться заговорить с ним. Далее. Делайте мужа счастливым. Сделать счастливым своего мужа, наверное, хочет любая жена. Но в чем счастье мужчины? Только ли в сытном обеде и молчащей жене? Если какого-то человека счастье заключается в красоте его жены, он скажет, я счастлив, она моя красивая жена. А другой скажет, нет, мне не красота нужна, мне ее женственность, ее послушание, это нужно, это для меня счастье. Другой скажет. А эти все моменты пророк, алейсалям, в одном хадисе всех взял. Выбирая жену, нужно смотреть на ее красоту, богатство, родословную и религиозность. И опираясь на эти критерии, выбирать самую богобоязненную. Ведь каждому хочется в семье покоя. Та, что ищет довольство Аллаха, покой создаст. Но взамен женщина, как правило, хочет видеть стопроцентную отдачу. Жена, даже не имея любви со стороны мужа, она должна быть ему покорной. И не обусловливается любви со стороны мужа в адрес жены. Женщина призвана любить, несмотря ни на что. Ведь она по природе своей стремится завоевать сердце мужа. В этом заключается ее самореализация, ее женственность. И если же ее целью является что-то иное, она утрачивает ту нить, которая связывает ее с предназначением. Есть хадис. Мир этот дается во временное пользование. И лучшее из того, что можно приобрести в нем, — хорошая жена. Испытания, которым подвергались пророки, не сравнить с обычными человеческими испытаниями. Им и сил было дано больше, и испытания Аллах посылал посложнее, чем нам. Так случилось и с пророком Давуда, мир ему. Он сам попросил Всевышнего для себя такую трудность, пройдя через которую он надеялся проверить себя. Но не тут-то было. Он ждал совсем других трудностей, более очевидных, каких-то явных врагов. Подробнее расскажет ученый Богослов в рубрике «То, что нужно знать об исламе». После того, как пророк Муса, алейхиссалям, покинул этот мир, дети Израилевы начали потихоньку отходить от того, чему обучал их пророк Муса, алейхиссалям, то есть от книги Таврата, Торы. И отходя потихоньку от этих законов Всевышнего Аллаха, Всевышний наслал на них Джалута, правителя, который воевал с ними. То есть это было для них в виде, Джалут был послан в виде наказания, чтобы проучить Бану Исраиль за то, что они отходили от закона Всевышнего Аллаха. Со временем против Джалута начал выступать Талут, и вместе с Талутом был пророк Дауд, алейхиссалям, который убил Джалута. И вскоре после одержания победы Талут начал править этими землями, начал править народом Израилевым, и после смерти этого царя пророк Дауд, алейхиссалям, стал царем и стал править этим народом. Рассказывают, что пророк Дауд, алейхиссалям, был необычным человеком. Будучи царем, он одевался в такую одежду, в которой его было не узнать, ходил среди народа и спрашивал каждого человека о том, кто же такой Дауд, чтобы узнать свои недостатки. И пророк Дауд, алейхиссалям, однажды встретил Джибрилля, алейхиссалям, который был в облике человека. И Джибрилля, алейхиссалям, рассказал ему о том, что если бы Дауд не ел бы из казны всего народа, то он был бы очень хорошим человеком. И тогда Дауд, алейхиссалям, понял, о чем идет речь, и он попросил Всевышнего, чтобы он дал ему какое-то знание, какое-то мастерство, для того, чтобы он мог зарабатывать себе на хлеб сам, будучи царем. И Дауд, алейхиссалям, Всевышний наделил Дауда, алейхиссалям, мастерством кузнеца. И рассказывает, что пророк Дауда, алейхиссалям, не нуждался в наковальне, не нуждался в молоте, не нуждался в том, чтобы разогревать железо. Он мял железо подобно тесту. То есть, таким образом, Всевышний дал ему такую силу, такое знание, и он таким образом зарабатывал себе на хлеб. Про Бог Дауда, алейхиссалям, мы знаем, что ему было неспослано писание Псалтирь, который называют Забуром. Это писание повествовалось, в этом писании повествовалось о том, чтобы народ Израилева следовал законам Торы. То есть, призыв, это не было как новым законом, новой заповедью, это было призывом к тому, чтобы следовали за Торой, то есть Тавратом. И пророк Дауда, алейхиссалям, рассказывает, что у него был такой прекрасный голос, настолько прекрасный, что когда он начинал воспевать стихи из Псалтиря, из Забура, то сходились все люди, даже птицы и звери, для того, чтобы послушать прекрасный голос Дауда, алейхиссалям. И даже в наше время принято называть, хвалить другого человека, что его голос подобен голосу пророка Дауда, алейхиссалям. И рассказывает, что Иблис, проклятый Иблис, начал завидовать пророку Дауду за его прекрасный голос, за его умения и мастерство, и он придумал разного рода музыкальные инструменты, для того, чтобы отворачивать людей от истины, отворачивать людей от того, чтобы они не слушали пророка Дауда, алейхиссалям. Наша программа подошла к концу. Мы желаем вам всех благ и духовных побед. До новых встреч на новой неделе. И только с хорошими новостями. Субтитры создавал DimaTorzok